Всем привет, кто заглянул на канал. С вами Яков. Мы сегодня будем с вами кормить паучат. Кто-то постарше, как сейчас вы можете видеть, агоцефалус, аюноди. А кто-то совсем еще кроха, как вот эти маленькие геникулятки. С нами сегодня пауков кормит Маргаритка. Да, 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 которая очень и очень хочет попробовать пауков на вкус, а я ей этого не даю. Есть они будут сегодня жука-знахаря, точнее их личинок. Довольно популярный вопрос о том, какого размера давать кормовой объект маленьким паукам. В случае личинки жука-знахаря я даю в целом чуть больший размер, чем сам паук. Паук хорошо насыщается, не переедая особо. Но знахарь, как и в принципе личинки всех чернотелок, довольно жирный. Поэтому паук насыщается сравнительно надолго. Если же речь идет о тараканах, то в целом в размер тела, то есть карапакса и брюшка, кормовой объект подходит. Агацефалус на самом деле уже занят едой, но я все равно ему подсовываю, потому что он чего-то немного оголодал. У него был длительный отказ от еды, ни в какую не хотел есть, приходилось забирать у него корма. Я ожидал, что ленька, но паук начал худеть. И вот два месяца спустя он неожиданно изъявил желание перекусить. Стал суедиться по соуснице, я попробовал его покормить и вуаля, вот он ест. Да, не стоит удивляться, что у него абсолютно сухо. Этот паук все-таки более-менее сухой. Я увлажняю его буквально на кончике ложки для такой соусницы. Здесь, конечно, генки уже более влажные пауки. Сейчас я им раздам форм и попробуем открыть кого-нибудь покрупней. Все-таки здесь не все совсем малыши, а есть и подростки примерно размера агоцефалуса. Вот это не менее интересные пауканы. У меня их сидит несколько штук. Это паучата рода Помфобетус. Несмотря на размер, в целом-то примерно такой же, как у товарища Юноди, эти паучки гораздо младше. Дело в том, что Помфобетусы в целом рождаются гораздо более крупными, чем многие другие пауки. В этом они напоминают, например, Терафос, которые рождаются тоже довольно-таки крупненькими. У них очень классная елочка на брюшке, пока они маленькие. Потом с возрастом она, к сожалению, теряется. Но у взрослых Помфобетусов есть и свои нюансы. Кстати, это один из немногих родов пауков, у которых самцы выглядят в целом привлекательнее самок. Даже жаль, что меньше живут. Но, если сравнивать с содержанием ранее аморфных видов, то в целом самцов, таких птицеедов, держать даже приятнее и дольше, чем можно себе представить содержание самки какого-либо ранее аморфного вида. Например, те же самые любимые все мискакунчики живут года два, может, доживая до трех. Это самое большее. В этом плане самец Помфобетуса даже долгожитель, поскольку может дожить и до четырех лет. Они уже начали любопытствовать. Попробуем дать. Испугался большого шевелящегося пинцета. Еда не совсем по размеру. Строго говоря, в целом-то вообще не еда. Ну ты чего? Он же сейчас зароется. Так сильно испугался. Попробуем дать второму. Оба. Помфобетус, на самом деле, несмотря на размер, довольно-таки резкий паук. Мирный, но резкий. Поэтому первое время мне даже было немного непривычно. Когда паук сдергивался с места и молниеносно атаковал свою добычу. Но паучата оказались более все-таки пукливые, чем агрессивные, поэтому проблем с ними не было совсем. Но эта личинка уже обратно выкапывается, а она ее все еще не ест. Ну и рано или поздно возьмет. Может даже сейчас нам повезет это увидеть. посозерцаем немного на паука. Я ему все-таки, наверное, помогу. не то, чтобы он ее не найдет, но мы же хотим посмотреть, как он находится. мы-то посмотреть хотим, да он не очень стремится нам показывать. Ладно. Пойдем к следующим раз такое дело. тем временем я обнаружил, что поставил Агамом, Агамом, Агами развлечения. Очень уж и хочется добраться до жуков. Не мудрено они. Аппетитные, блестящие. Да? Маргаритка. Аппетитные, блестящие. Ну нет, нет, нет. Тебе такое нельзя. Дело в том, что жуки чернотелок конкретно да, 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 я знаю вкусные. Жуки чернотелок таких как жук знахарь, мучной хрущак, зафобос. Жуки ядовиты. Ну, они довольно токсичны и могут в лучшем случае вызывать несварение у животного, которое его съело. Не то, чтобы это было слишком опасно для животных с внешним пищеварением, но позвоночным я давать не рискую и вам не советую. Тут перед вами тоже довольно интересные малыши. Это Лазиадора Парахибана, лошадиный паук, я думаю, многим знакомым. Это малыш Мноцентропус Балфури и такой уже неплохой подросток Нанду Колората Вилезус. Балфури немножко суетной, но это и понятно. Вид в целом довольно подвижный и в меру агрессивный. Ну, кстати, полусоциальный, поэтому их можно содержать колониями, если у вас есть возможность кормить их регулярно. Регулярно это примерно раз в 2-3 дня, подкидывая им какое-то количество тараканов, чтобы они не расслаблялись. Ну и куда ты? Шустрый. Надо им тоже немножко раздать корма. Это, конечно, личинка ему как слону дробина, но все равно полезный прикорм. Я стараюсь своим паукам рацион держать максимально разнообразный. И в целом вам советую, поскольку богатый рацион залог здоровья животного. Кстати говоря, очень редко когда берет еду при открытой соуснице. Но в этот раз нам, похоже, не повезло. Удется его закрыть, брать на полку и тогда паук поест. он их выкопает. Уж кто-кто, а колоратавилезус любит покопать. Маленькая векулярия, все такая же мишура. пеленобиус мутикус довольно здоровый. Ну, относительно моего пальца, например. А так паук все-таки еще мал. Они растут долго, поэтому я уже как-то подпривык, что паук это все еще не крупный. Здесь у меня сидит цириапоглупус. вон там видно ноги. Ну, это просохший сверху дом пицелотерии смити, но паука она не видно. Паук где-то там внутри в норе. Да, часто еще вопрос почему пауки содержатся в соусницах, их же там тесно, им нужно пространство, нужно им резвиться, бегать. На самом деле пауки малоподвижные животные, которые большую часть своего, назовем это так, детства проводят в своеобразных норках. Ну, то есть даже сейчас вы видите, что я открыл баночку и паук радостно не вяжет меня встречать, ни один в целом-то, который может себе позволить наплести и нарыть. Он это делает. А соусница в каком-то плане дает пауку ощущение этой самой норы. Поэтому паук не испытывает стресса от того, что он находится на открытом пространстве. Слишком большое пространство наоборот скорее вредно для паука. Вот, видите, крыша над головой пропала, паук засуетился. Поэтому в соусницах, если размер позволяет им свободно линять, в соуснице паук может содержаться довольно длительное время. Потом, конечно же, когда паук откровенно перерастет в соусницу, его нужно будет уже переселить. Вот такое немного спонтанное видео, поскольку я обнаружил, что у меня личные сообщения вконтакте буквально засыпаны новичковыми вопросами по кормлению, по тесноте. Поэтому я решил спонтанно записать видео и ответить на некоторые вопросы. Не суетись, не суетись, не суетись. Я знаю, думаешь, что пауки вкусные. Это не так, поверь мне на слово. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, показывайте это видео друзьям, рассказывайте о нем в своих соцсетях и содержите животных правильно, относитесь как к содержанию со всей ответственностью. Животные это не игрушки. Но при этом они могут приносить радость. Да, маргаритка? Пойдем тебе дам салатик. Нечего, на пауков охотиться. Всем пока. Салатик.